В преддверии 8 марта в МВД по Адыгее ежегодно проводится ряд праздничных мероприятий. О наиболее ярких и интересных событиях из них в материале Вадима Гаркова. Министерство внутренних дел ведомство с большим количеством традиций. Встреча с матерями и вдовами сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, является неотъемлемой их частью. Накануне праздника состоялось возложение цветов к мемориальной доске, а память погибших почтили минутой молчания. Затем генерал Владимир Алай, руководитель управления Росгвардии Алексей Порва, начальники служб МВД, представители общественности и ветераны органов внутренних дел поздравили женщин с праздником. Им вручили цветы и подарки. После этого в МВД состоялось торжественное собрание. Женщин поздравили Владимир Алай, Азмет Худыс и Александр Ермилов. Отмечен нелегкий труд более 600 представителей с прекрасного пола, несущих службы в ведомстве наравне с мужчинами. В ходе мероприятия тем, кто достиг высоких показателей, вручены ведомственные награды, а некоторым погоны с очередными званиями. В эти дни полицейские создавали праздничное настроение не только своим коллегам, но и посетителям подразделений ведомства, которые занимаются оказанием государственных услуг. Так, в МРЭО номер один ГИБДД поздравили молодых автоледи. Не остались без внимания и получатели госуслуг по линии информационного центра. По многолетней традиции, женщин-водители поздравили и сотрудники ДПС. Им вручали весенние цветы и призывали к внимательности. Кроме этого, в рамках акции МВД «8 марта в каждый дом» полицейские поздравили своих коллег и жен сотрудников, находящихся в служебных командировках, ветеранов органов внутренних дел и посетили состоящие на учете многодетные семьи. В ходе другой масштабной акции руководители и сотрудники некоторых подразделений рассказали о том, как пришли на службу в органы внутренних дел и чего им удалось достичь. Все мероприятия активно поддержали представители общественного совета при МВД по республике Адыгея. Их главный призыв к женщинам в эти дни – быть принципиальными на работе и суметь сохранять домашний уют. Вадим Агарков, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть. В полиции Адыгея расследуется уголовное дело по факту крупного телефонного мошенничества. Аферисты обманным путем смогли получить от Майкопчанки беспрецедентную для одного человека сумму – около 3 миллионов рублей. Все подробности в материале Сергея Лизарова. Один из февральских дней стал для 48-летней Майкопчанки днем, когда терпение, слыша телефонные уговоры неизвестных лиц, попросту закончились, и она обратилась в полицию. Сотрудники, практически ежедневно регистрирующие такого рода заявления, пришли в недоумение, когда заявительница назвала сумму сделки с аферистами – около 3 миллионов рублей. Весь этот обман продолжался около недели. Вот так просто на улице, в транспорте, делая покупки, потерпевшая после телефонного разговора с собеседником перечисляла на указанные им счета крупные суммы денег. Порой они достигали 300 и даже более тысяч рублей. А ведь она знала о таких фактах. У нее даже порой возникали мысли, что это попросту развод. Но окончательно она в этом убедилась после того, когда собеседники попросили перечислить круглую сумму за небольшую, но очень важную печать на документах. Это лишь один из десятка предлогов, которые использовали аферисты при общении с женщиной. А все дело в биологически активных добавках, так называемых БАДах. Именно их Майкопчанка несколько лет назад приобретала через сеть интернет, но ожидаемого результата их потребление не принесло. Кстати, тогда аферисты регулярно связывались с клиенткой и уточняли эффективность проданных добавок, но внезапно звонить перестали. В ходе разговора мошенники пояснили, что ранее приобретенные ее БАДы не надлежащего качества, в связи с чем ей полагается денежная компенсация. После этого в течение недели под различными предлогами, такими как оформление банковской ячейки, ее страховка, налоги, сборы, оформление документов, потерпевшая перелом мошенникам, денежные средства в сумме 2 миллиона 709 тысяч 800 рублей. В этом деле есть еще много деталей. К примеру, аферисты представились работниками одного из министерств, деятельность которого в некоторой мере сопряжена с контролем за производством этих самых БАДов. Сертификаты, лицензии, название препарата – все это ввело в заблуждение потерпевшую. Следователи, сделав необходимые запросы и проверки, возбудили дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, то есть мошенничество, совершенное в особо крупном размере. На этом примере мы еще раз призываем граждан задуматься, насколько хитры и предприимчивы телефонные аферисты. Прекращать любой контакт с незнакомцем, кем бы он не представлялся, пожалуй, вот самый эффективный способ сохранить свои сбережения. Сергей Лизаров, Дмитрий Кучеров, Вести, дежурная часть. Статистика, которая может заинтересовать каждого и особенно водителей. Так вот, за 2019 год в Адыгее автотранспорта стало больше на 24 тысячи, то есть каждый месяц их прибавляется по 2 тысячи. Нетрудно догадаться, что большинство машин находится в Майкопе. По данным ГИБДД Адыгея, в регионе увеличилось количество всех видов транспортных средств, принадлежащих как физическим, так и юридическим лицам. К примеру, легковых автомобилей в 2019 году стало больше на 18 тысяч. Немалое количество грузового транспорта находится и в собственности жителей республики, их более 20 тысяч. Автобусов в Адыгее находится 2267. Совсем небольшим оказалось число мотоциклов, их всего 3800. Что касается юридических лиц, транспорта любого вида у них намного меньше, чем у граждан. У предприятий и организаций легковых и грузовых автомобилей практически одинаковое количество, почти по 6 тысяч. А вот автобусов, прицепов и мототранспорта вместе около 2 тысяч. Если всего техники у юридических лиц 15 тысяч, то сами жители Адыгеи являются собственниками 240 тысяч единиц техники. Треть всех автомобилей находится в наличии у майкопчан. У жителей республиканского центра более 75 тысяч легковых машин, 6 тысяч грузовых и 900 автобусов. Богатый на транспортах Томукайский район. Здесь 44 тысячи единиц транспорта, среди которых 40 тысяч – это легковые автомобили. Полиция Майкопа возбуждена уголовное дело по факту стрельбы в центре города. Напомним, что данный инцидент произошел между водителем и пешеходом 5 марта в дневное время. По факту инцидента со стрельбой в центре Майкопа под разделением дознания городского отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 115 УК России – умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенного с применением оружия. 69-летний житель Майкопа, управляя автомобилем «Мерседес» при проезде перекрестка улиц Комсомольской и Гоголя не предоставил преимущества в движении 21-летнему горожанину, пересекавшему дорогу по нерегулируемому переходу. Парень продолжил движение, и тогда пенсионер вышел из иномарки и 5 раз выстрелил в него. Предпринятыми полицией мерами стрелявший после того, как скрылся, оперативно был установлен. В результате стрельбы пешеходу были причинены телесные повреждения в виде непроникающих ранений частей тела. На месте происшествия экспертами обнаружены гильзы от выстрелов. У подозреваемого изъяты сам травматический пистолет и документы. Сейчас по уголовному делу идет дознание. Санкция указанной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. В Майкопе оперативники изъяли у местного жителя более 330 граммов растительных наркотиков. Хранил крупную партию мужчин у себя дома в тайнике. Теперь ему грозит реальный срок. В ходе проверки информации о причастности 31-летнего местного жителя к хранению наркотических средств, оперативниками профильного подразделения отдела МВД России по городу Майкопу в доме местного жителя обнаружен тайник с крупной партией запрещенных веществ. В ходе осмотра указанного домовладения оперативниками были обнаружены и изъяты наркотическое средство марихуана общим весом порядка 250 грамм и наркотическое средство части растения конопля тоже около 200 грамм. Как установили эксперты, подозреваемый хранил части растения конопли массой более 210 граммов, а также марихуану весом около 120 граммов. В действиях мужчины следствием усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК России. Теперь фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.